Кто кого снежный январь испытывает на просность службы ЖКХ и благоустройства. За три недели нового года выпала двойная норма снега. Только за одну ночь с пятницы на субботу намело 15 миллиметров осадков. Коммунальщики не сдаются. На борьбу со снежными заносами одновременно выходят три сотни единиц спецтехники. Работа по вывозу снега не прекращается ни на минуту. Нигде заторов не было, но снежные валы в связи с обильным выпадением снега в течение двух суток не всегда получается вывозить на полигон. Конечно, стараемся, но есть и объективные, и субъективные причины. Сейчас над этим работаем. За январь с улиц Самары вывезли 235 тысяч тонн снега. Дороги и тротуары расчищены до асфальта. Хуже ситуация во дворах. Управляющим компаниям предстоит усилить парк техники. Расчистка внутри дворовых территорий оставляет желать лучшего. Много нареканий со стороны жильцов. Было мое поручение об установлении новых нормативов по наличию снегоуборочной техники управляющими компаниями. Эти нормативы не менялись с 1995 года до 1 марта. Такие нормативы разработать. И в течение года довести информацию до управляющих компаний о необходимости накопливания прибыли для того, чтобы купить необходимое количество техники. В прошлом году городской парк техники удалось обновить на 30%. Вместе с машинами для муниципальных управляющих компаний закупка составила порядка 100 единиц. Несмотря на сложный бюджет, Олег Фурсов поручил найти средства на партию спецтехники и в этом году. А с нынешней обращаться бережно, чтобы машины прослужили еще много лет. Следующее испытание для коммунальных служб, которые подкинул январь «Мороз». В связи с этим первый замглавы города рекомендует коммунальщикам быть особенно внимательными. Я бы хотел, чтобы мы сейчас себя настроили на три сумасшедших дня с морозами, которые вывалятся у нас за минус 20-25. Сейчас энергетики начнут поднимать температуру по батарее или по отоплению. Включевато в данной ситуации, когда порывами на теплосетях. Коммунальные службы во всеоружии, слабые места под контролем. На страже всегда дежурят несколько аварийных бригад.